Пациентов в прошлый час схопают и в отделении травматологии. Что день с гололедными травмами в больнице в области свертаются коля 40 человек. А за порушение у опрацовцев пешеходных тротуаров и ганков до администрационной отказности притягнуты полсотни службовых особ под рабязностью внутри елегантных аллеты. После морозов в область пришла отлига, как избегнуть потопы, коммунальные службы узброились техникой и рыдлевками. Працовный день Андрея Миколаевича начинается в 7 годин ранницы, а заканчивается в 3 годины дня. За этот час ему необходимо на своем участке прибрать коля всех подъездов, очистить от снега тротуары и посыпать их специальной сумесью. Вперед снегопада в такую процедуру для каждого подъезда доводится повторять по некольки разов. У Брестским жрёва выполнены, с поставленной задачей их работники справляются. Службами жрёвого города Бреста проводится постоянная работа по очистке тротуаров, придомовых территорий от снега. Посыпка производится песко-соляной смесью. По кровлям мы сейчас в настоящее время очень ведем активную работу по очистке их, особенно скатных кровель, где возможно сход снега. Прибираются и на улице города. А вот кто повинен прибрать, до прикладу на этих преступках. Верогодный господар помешкания, до якого я не ведусь. На каждом четвёртом предприятии мы выявляем нарушения именно в обработке пешеходных дорожек и крылечек. Некоторых нерадивых субъектов хозяйства нам даже пришлось привлечь к административной ответственности. С двух с половой тысяч проверенных предприемств у пятистах были выявлены порушения. А до администрационной отказности притягнуто полсотни службовых особ. Мноство объектов, денежистица тротуары и преступки, находится у самом центре Бреста. Вот, пожалуйста, наглядный пример, тоже вот здание. Не почищенные совсем ступеньки. Скользко. В магазинах, которые поменьше, какие-то такие вот, з уголком маленькие, там ещё, наверное, своими силами не расчищают. А в большинстве случаев вот то, что есть. У центра города нам удалось убачить только некольких супрацовников предприемств, которые вышли на улицу и прибрали снег и лёд коля своих объектов. Подрастаяла, я вышла, чтобы это уже окончательно всё убрать. Ну, не знаю. Мне кажется, вообще должны убирать около себя. Зараз в область пришла отлига. Але коля гэтай ночью знак плюс снова изменится на минус, снежная каша перетворится у лёд. А гэта значит, что от того убереться цене снег на возе этих преступках может залежить, чьё сте здоровье. Бо что дня у в области по медицинскую допомогу с гололёдными травмами в середнем звертаются коляс 40 человек. Ганна Галёта, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».